Четвертая книга Моисея По числу имен всех мужского пола поголовно от двадцати лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами. От Рувима Елицур, сын Шедеура, от Симеона Шелумиил, сын Цуришаддая, от Иуды Наасон, сын Аминадава, от Иссахара Нафанаил, сын Цуара, от Завулона Елиав, сын Хелона, От сынов Иосифа, от Ефрема Елишама, сын Аммиуда, от Манасии Гамалиил, сын Педацура, От Вениамина Авидан, сын Гедеонья, от Дана Ахиезер, сын Аммишаддая, от Асира Пагиил, сын Ахрана, от Гада Елиасав, сын Регуила, от Нефалима Ахира, сын Янана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей сих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословия свои по родам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею. И сделал он исчисление им в пустыне Синайской. И было сынов Рувима, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от двадцати лет и выше, всех годных для войны. Исчислено в колене Рувимомом сорок шесть тысяч пятьсот. Сынов Симеона, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от двадцати лет и выше, всех годных для войны. Исчислено в колене Симеоновом пятьдесят девять тысяч триста. Сынов Гада, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны. Сынов Исчислено в колене Гадовом сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят. Сынов Иуды, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны. Сынов Исчислено в колене Иуды и исчислено в колене Иссахаровом пятьдесят четыре тысячи четыреста. Сынов Завулона, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Завулоновом пятьдесят семь тысяч четыреста. Сынов Иосифа, сынов Ефрема, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Ифремовом сорок тысяч пятьсот. Сынов Монассии, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Монассии нам тридцать две тысячи двести. Сынов Вениамина, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Вениаминовом тридцать пять тысяч четыреста. Сынов Дана, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Дановом шестьдесят две тысячи семьсот. Сынов Асира, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Асировом сорок одна тысяча пятьсот. Сынов Невфалима, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Невфалимовом пятьдесят три тысячи четыреста. Вот вошедшие в исчисления, которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля, двенадцать человек по одному человеку от каждого племени. И было всех, вошедших в исчисление сынов Израилевых, по семействам их, от двадцати лет и выше, всех годных для войны у Израиля, и было всех, вошедших в исчисление шестьсот три тысячи пятьсот пятьдесят, а левиты по поколениям отцовых не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря, «Только колено левиено не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля, но поручи левитам скинию откровение, и все принадлежности ее, и все, что при ней, пусть они носят скинию, и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой». И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты, и когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество снов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения. «И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok